Привет всем! Сегодня посмотрим, как на ведре, ой, на Аксиале третьем гладиатор активировать двухскоростную коробку передач. Потому что изначально здесь активирован только диг юнит, который, между прочим, сгорел. Да, собственно, вот эта серва сгорела, не работает спектромовская, и также рулевая у меня тоже сгорела на первых же катушках. Не работает и всё. Поэтому стоит китайская какая-то на 35 якобы килограмм. Но давайте уже переходить к делу. Вот так здесь выглядит коробка с диг юнитом и с двумя скоростями. То есть это вот диг юнит, вот он активается, дезактивация, но перестала работать, напомню, и коробка. То есть сейчас вот эта вот передача полностью заблокирована. Ну как бы вставлена, и всё. Ни туда и ни сюда не ходит. Здесь не герметично изначально. Как видите, туда попадает вода. То есть когда мы устраиваем газеме, смоем тачку, вода попадает и там оседает. Между пиньоном и спуром они металлические, поэтому появляется вот такая вот ржавчина. Потом это, если долго стоит, то пристывает, застывает. В общем... Так, открываем. Аккуратненько. Главное запомнить, что и как тут. О, ничего себе! Обалдеть! Ну как бы, в общем-то, узел тоже не герметичный абсолютно. В идеале, конечно, полностью перебрать тачку. Лучше купить китовую версию и уже герметично собрать. Вот, потому что изначально, видите, герметизация никакая. И вся вода, вода здесь, в общем-то, со временем это превратится в жесть, и закисание, и может вклинить коробка. Да, это не айс. Ну ладно, это мы сейчас будем исправлять дело, зачищать. И тогда, может, здесь обработаю хотя бы герметиком. Так, всё, тяга откручена. Дальше, соответственно, мы берём, теперь это всё дело вынимаем вот так вот. И видим вот такую вот проставку. Вот из-за этой пластиковой проставки у вас не работает коробка. Всё, мы её убираем, выкидываем, ну лучше оставим. И теперь нужно обратно нам поставить. Ну, как видим, смазка там есть какая-то, она раскидалась. Ну и сейчас я тогда зачищу всё это дело, прежде чем собрать. Но собираем всё в обратном порядке, то есть зачищаем, смазываем и по периметру обрабатываем герметиком. Для стёкол герметик использую из автомагазина. Вставляем, вот таким вот образом ставим. И дальше опять приделываем тягу. Тем самым у нас, так как нету больше упора, то коробка будет вот так вот передвигаться. И переключаться, соответственно, первая и вторая передача. Ну, либо пониженная, либо повышенная, грубо говоря. Вот так вот выглядит мой герметик уже, потому что я его дырявлю со всех сторон, а потом просто тупо закрываю. Потому что спереди он уже застыл давно. Ну ладно, значит, обработал по периметру, вот таким вот образом. Здесь всё подсмазал, таким вот образом. И теперь мне нужно две эти половины соединить обратно. И тем самым наша коробка должна работать. Блин, какой-то миллиметр остался. Не люблю понапичканные коробки. Вот раньше был Axial. Один редуктор стоял, и всё. Три шестерёнки, и всё. А сейчас всякие дивьюниты, фигуниты, блин. Во. Попали. Наконец-то. Так, теперь закручиваем. Тягу можно установить попозже, как видите. Сейчас покажу. Всё. О, нет, осталась лишняя деталь. Да. Вот эта вот проставочка. Но она нам больше не нужна. Итак, всё есть. Значит, пробуем. Всё работает. И... Чик. Не подключилось. Вот так вот. Всё. Всё. Теперь работает. И вынимаем. Сейчас нужно чуть провернуть, чтобы до конца... А, наверное, до конца. Вот до конца. Всё. Включилась та скорость. Ну, как видите, здесь есть специальная выемка. То есть за неё вот так всё будем держать. И накручивать сюда эту тягу. И всё. Дальше ставим коробку на место. Снимаем вот эту вот сгоревшую серву. Снимаем с неё качалку, которая идёт здесь в комплекте. И будем ставить всё это дело на топовую серву от Traxxas. Которые готовы работать веками. Реально. 20-65. Нет, они тоже иногда горят. Но очень редко. Вот. Поэтому сейчас вот эту вот серву ставим сюда. Одеваем на неё эту качалку. И подключаем к этой тяге. Про Dig Unit я забываю на этом автомобиле. То есть он мне по факту вообще не нужен. Я никогда им не пользуюсь. А двухскоростная коробка. Эта штука полезная. Ненавижу Аксиалы. Вы посмотрите, какие негодяи. Они поставили свою серву. Эту спектромовскую. А здесь 20 зубцов. И соответственно вот эта вот качалка, которая сервосейвером идёт. Она на 20 зубцов. Она не одевается на эту. Поэтому что делать? Колхозить. Как обычно. Итак, значит Колхозинг Детектед разобрал качалку от Саммита. Плюс взял качалку, часть от Аксиала. И соединил их, склеил. Пока без прикручивания. Но я думаю, Суперклей здесь без проблем удержит. И всё. Теперь одеваем эту качалку сюда. И одеваем уже на машину. Нам нужен вот этот зазор на самом деле. Потому что качалка будет ходить. А винт на одном месте. И ему нужно гулять. Вот здесь вот. Поэтому используется вот эта вот их хитрая качалка. Будет без сервосейвера. Ну да пофиг. Хотя, блин, здесь не ограничить на самом деле ходы. В общем, на этом бред на самом деле не заканчивается. Я дальше продолжаю ненавидеть Аксиала. Ненавидеть их электронику спектромовскую. Потому что это просто чушь. Но смотрите. Раньше они комплектовали все тачки аппаратуры TTX300. Там был полноценный третий канал. И можно было хоть лебедку ставить. То есть там были фиксации. Здесь, на этом дурацком спектре. ДХ3, который просто называется. Здесь нет фиксации канала. То есть ты нажимаешь кнопку. Она как бы поворачивается в серво. И всё. Ну для диг юнита это на самом деле сделано. Там раз, врубили диг юнит. Повернули газа, дали. Развернулись, отпустили. Всё. Вот. Но в текущем это как бы не вниз-вверх здесь. Вот вам может показаться, что вниз-вверх. Тут три канала. Там, ой, трёхпозиционный переключатель. Это на самом деле одна кнопка. Хоть ты держи, хоть это. Но там внутри одна кнопка. И поэтому с текущей аппаратурой, вот с этой вот дурацкой аппаратурой, можно сделать вторую скорость только при нажатии. Ну короче, ты такой едешь так. Медленно тачка едет. Ну надо быстро проехать. Зажимаешь, потом жмёшь газ, пилишь. Вот пока ты не отпустишь, вторая скорость не закончится, грубо говоря. Да? Отпустил, первая вернулась. Поэтому мне сейчас нужно так настроить. Блин. Ещё одна проблема. Я ещё больше ненавижу аксиала. Третий канал в реверс надо поставить. Иначе не выйдет. Иначе будет всегда вторая. А вот так вот будет только первая. Сейчас объясню почему. Блин. Жесть. И здесь система два в одном. Два в одном. Ну как вы догадались до такого поставить эту чушь? Короче, друзья мои, я вам просто сразу скажу один вывод по аксиалу. Если собираетесь покупать гладиатор или просто третьего аксиала, покупайте китовую версию, чтобы поставить на неё нормальную электронику, а не эту чушь, которая горит постоянно. Два в одном, с дурацкой аппаратурой, с дурацким третьим непонятным каналом. Да ещё и они зачем-то активировали диг юнит, а двухскоростную коробку не активировали. Вообще просто зажали. Давайте покажу вам, почему не выйдет. Ну смотрите. Значит, сейчас активирована вторая скорость. Вот, судя по качалке по этой, да? Переключателю. Блин. Сейчас снимем. Вот. Соответственно, чтобы первая активировалась, это вот так вот. Вот так активировалась первая. Хорошо. Допустим, активировалась первая. Я её поставил. Зафиксировал. Потом я нажимаю вот эту чудо-кнопку, и у меня продолжает серво туда двигаться. Видите? Вот. То есть, мне нужно, чтобы сервопривод двигался в обратную сторону, он отжимал на вторую скорость, и всё. А здесь не получится. Варианта два. Либо здесь, ну, нету, да, реверса. Это поставить между регулем и сервой специальный приборчик, который делает реверс сервы, и поменять всю систему. Это единственный вариант. Блин, ну, я не знаю, как можно было такое придумать. Порядка пяти лет. Вот этот чудо-прибор ждал своего часа. Турниджи сигнал-реверс называется. Вот как раз с помощью него я сделаю, что сервопривод, ну, реверс сервопривода, грубо говоря, он будет вращаться теперь в другую сторону, так как аппаратура сделать этого совершенно не позволяет. Проблема лишь в том, что эта штука совершенно не герметичная, и её нужно как-то загерметить, либо убрать в шарик. Извините, но нам придётся слушать эту дурацкую аппаратуру. Итак, показываю, да, ещё раз смотрите, что мы получаем. Хоп-хоп, активировали, и серва вращается в эту сторону. Всё поняли, запомнили. Теперь сигнал-реверс подключаем вот так вот, между, грубо говоря, сервоприводом, жук, и регулятором скорости. Блин, провод длиннющий, конечно, укорачивать не будем. И теперь сервопривод вращается в другую сторону, тем самым мы будем постоянно ездить на первой скорости и активировать вторую. Я победил Аксиал. Ну и вот показываю, что получилось. Сейчас мы на первой скорости. Вот так едем, потом нажимаем, вторая скорость бешеная. Отпускаем, и снова первая скорость. Давай-давай, вот, вторая. Можно даже в движении, фау, отпустили первая, смотрите. Фау, вторая. Но не рекомендую так делать. Я думаю, всё-таки ничего хорошего из этого не выйдет. Во время движения переключать скорости. Но, отлично, теперь всё работает. Итак, смотрим, что получилось. Это у нас первая скорость, грубо говоря. Вот так он вчит на первой скорости. И сейчас будет вторая. Вторая пошла. Видим, да. Автомобиль ускорился. Явно едет быстрее. И на ходу переключаем на первую. Не сработало. Сейчас. Давай-давай-давай. Всё. Нет, зависло. Слышите? Неужели ещё одна серва вышла из строя? Посмотрим. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Смотрите-ка, она, по-моему, внутри накрылась. То есть, у неё бесконечно. Там пластиковые шестерни. Как? Аксиал убил неубиваемую серву Атраксос. Я вообще обалдеваю уже. Нам сейчас первую скорость надо переключиться как-то. Видите, не могу в первую. Вторая есть. Всё, серва не работает. Так. Вырубим её отсюда. И вручную включим. Ха-ха-ха. Вот так да. Вот так чудеса. Убийца-серв. Ты уже третью серву убил. К счастью, рулевая вот работает. Вот это вот. А та накрылась. Блин, ну, может из-за того, что на ходу я решил переключить. Но хотя, не знаю, что серва так не может выдержать, что ли. Блин, жесть какая-то. Короче, друзья мои, вот это ведро. Ведро убивает сервы. Вывод прост. В общем, если собираетесь покупать, я надеюсь, Axial всё-таки выпустит версию нормального этого джипа-гладиатора. Китовую, где вы можете нормальной электроникой снабдить эту тачку. Потому что сейчас электроника Spectrum 2 в 1 нафиг никому не нужна. Ну, двигатель ещё 35 витков пойдёт. Да. Но остальное просто жесть. Так что, друзья мои, делайте правильный выбор автомобилей. Ссылки на трофейки найдёте внизу. Пока.